Всем тихой ночи. SCP-173 удалят сайта, и он больше не будет частью вселенной. Во всяком случае, это касается самого изображения скульптуры. Статья объекта останется. Как же так вышло? Дело в том, что оригинальный автор скульптуры, Идзуми Ката, не давал согласия на коммерческое использование образа своего творения. И если создатели игр обычно делают свою версию этого существа, то производителям игрушек и всякого мерча этот факт не особенно мешает. Сейчас SCP-173 можно купить на каждом углу. И в виде плюшевой игрушки, и в виде фигурки, и в какой угодно еще форме. Сам, кстати, автор статуи, Идзуми Ката, как-то раз написал, что его изначальная идея о том, чем является его статуя, она полностью отличается от того, чем она стала в фонде SCP, а также обещал преследовать всех, кто будет зарабатывать на ней деньги. Эта ситуация долго обсуждалась на сайте О5, и сидящие там члены сообщества SCP пришли к тому, что лучшим выходом из ситуации будет просто исключить привычный образ 173-го из мира фонда насовсем. При этом это не какая-то жалоба оригинального автора скульптуры. Это именно решение нынешнего сообщества SCP. И, честно говоря, оно не совсем понятное. Маловероятно, что это как-то повлияет на ситуацию с игрушками. Их как делали, так и будут делать, и продавать за деньги, нарушая лицензию. Зато сайт будет как бы не при делах. Хотя он и так не имел никакого отношения к продавцам игрушек. На сайте О5 написано, что удаление картинки 173-го объекта это скорее моральная обязанность сообщества SCP. И большая часть людей такую точку зрения поддержала при голосовании. Чего я тоже, честно говоря, не понимаю. Откуда такое единодушие? В общем, немного все это странно, но так или иначе, фотография скульптуры должна быть навсегда убрана с сайта SCP. Как раз в день выхода этого видео, 13 февраля 2022 года. Конечно же, на волне этой новости начало появляться огромное количество редизайнов самого первого объекта на сайте. И даже была идея заменить одним из них старую статую. Ведь когда-то так и заменили SCP-106 старика. И вроде бы даже все остались довольны. Замена изображения на новое была бы логичным шагом. Потому что тогда, возможно, производители мерча начали бы делать свои товары по новому дизайну. И все бы остались в выигрыше. И сайт SCP, и производители всех этих игрушек. Даже автор знаменитого сиреноголового Тревор Хендерсон решил протянуть руку помощи фонду и предоставил аж несколько вариантов дизайна для статуи. В первом мы видим бетонное существо, состоящее из кусков бетона, соединенных арматурой и покрытое нарисованными глазами. Тревор предлагает образ 173-го в качестве такого составного существа, соединенных арматурой и глыб, покрытых мистическими рисунками. И также он представил три варианта того, какой формы могли бы быть эти глыбы. Вскоре Тревор запостил еще одну картинку, с несколько расширенной своей интерпретацией 173-го. Тут объект представляет один кусок бетона, на нем надпись «Немигай», которую успел оставить на статуе некий человек перед тем, как встретить свою ужасную кончину. Однако, похоже, в волне хайпа на тему того, что теперь Тревор Хендерсон рисует SCP, не суждено состояться, потому что автор текста про 173-й объект считает, что в статье иллюстрации быть вообще не должно, что тоже несколько странно, потому что если статуи не дадут новую внешность, то старая, очевидно, никуда не денется. Тогда в чем вообще смысл всего этого движа? Ведь люди будут гуглить, как выглядит это существо, и в выдаче им будет выпадать старая картинка, или в лучшем случае его образ из видеоигр, где монстра видоизменяют уже давно. Так или иначе, сейчас выходит, что у SCP-173 теперь нет какого-то официального внешнего вида, а только описание. Может, оно даже к лучшему добавляет какой-то недосказанности, которая всегда была основой жанра ужасов. 173-й объект приобретает еще больше неоднозначности, а значит, все эти рассказы, описывающие его в качестве довольно неопределенного существа, становятся более каноничными. Когда-то давно я переводил и читал на этом канале рассказ, в котором скульптура размышляет, что она такое, и перебирает множество вариантов, чем же она является. Соляным столбом из библейской истории, представителем древней расы, произведением безумного художника, древним божеством, которого забыли люди. И теперь ко всем этим вариантам можно подобрать подходящую внешность. Кстати, именно так и считает изначальный автор статьи объекта. Каждый может представить внешность 173-го, в зависимости от того, какой кусок лора на сайте он прочел. Ведь рассказов про этот объект написано огромное множество. Теперь неопределенность внешности статуи, это своего рода канон. В честь этого было даже предложено провести небольшое событие, в ходе которого предполагается, что художники нарисуют множество версий статуи. На эту идею откликнулось уже немало художников, которые рисуют свои интерпретации статуи. Один из них даже нарисовал небольшой мир, населенный 173-ми. Как по мне, на вид довольно стильно. Правда, не совсем понятно, что с этими картинками будет дальше. Одна из идей того, что делать с такими изображениями, мне очень понравилась. А суть идеи в том, что можно ведь каждому объекту сделать галерею артов, в которую собирать все достаточно каноничные работы и публиковать их на сайте. Ведь лицензия, по которой SCP распространяется, требует, чтобы всё, что создано по SCP-вселенной, также издавалось по той же лицензии. Так что администрация сайта сможет абсолютно легально собрать на одной странице арты по конкретным объектам, раскиданные по всему интернету. Сложно сказать, будет ли создана такая галерея для каждой страницы на сайте SCP. Но для 173-го она, скорее всего, появится в самое ближайшее время. И если подумать, это отличная идея для глобальной перезагрузки сайта. Ведь если к каждому объекту добавить целую галерею изображений, сайт явно получит новую жизнь. Пару слов о том, куда движется этот канал. С тематикой фонда на ютубе вообще происходит какая-то дичь, о которой я рассказывал ещё в видео про Войда. Он и подобные ему анимационные каналы как-то умудрились завалить на бок всю тематику SCP. И теперь сами же явно не набирают просмотров. Ну, для работы целой студии аниматоров. И теперь, честно говоря, мне кажется, эти ребята и сами не очень рады происходящему. Но справедливости ради, не они одни всё это сделали. Вселенная фонда во многом исчерпывает сама себя. Новые объекты явно интересуют людей намного меньше, чем старые. Найти среди пяти-шеститысячных SCP объектов что-то интересное стало реально сложно. И, как по мне, это происходит из-за того, что авторы начали запихивать в формат документов фонда какие-то уже совершенно случайные истории. Все эти галактические угрозы способны уничтожить мир, космические ужасы один ужаснее другого и личные драмы авторов, переложенные на персонажей фонда. Всё это очень далеко ушло от изначальной идеи случайно найденных документов секретной организации, имеющей дело с непознанным. И у этой проблемы есть довольно очевидное решение, которое мы видим, например, на примере библиотеки странников. Использовать какой-то свой, более подходящий формат для таких историй. Да, если кто-то недавно смотрит этот канал, в мире SCP есть межпространственная библиотека, в которой находятся все книги и даже не написанные. В ней есть свои существа, куча каких-то своих явлений и персонажей. И они придумали свой формат, похожий на сборник цитат из древних книг. И даже завели себе отдельный сайт. Да, на русскоязычном сайте SCP документы библиотеки странников публикуются прямо на сайте SCP. Но изначально это полностью отдельный сайт. Я вот раньше думал, что это как-то не очень хорошо, что Backrooms на сайте SCP не оставили. А теперь вижу, что это наоборот было очень удачным с течением обстоятельств. Ведь то, что Backrooms не попал на SCP, буквально создало новые явления в интернет-культуре. Сам сайт SCP именно в сторону лора, как мне кажется, развивать уже просто нет смысла. В нем есть уже абсолютно все. Я даже вот не знаю, какой аспект фонда еще не описан и не показан в объектах или рассказах. А вот со всеми этими спорами по поводу того, что делается скульптурой, открылась такая вещь, что можно развивать саму презентацию объектов. Например, вот добавить галерею артов. А потом, может, и короткометражки начнут как-то систематизировать и игры. Но это мечты, конечно же, но было бы интересно. Но значит ли это, что трехбуквенный король мертв? Совсем нет. Потому что, во-первых, фонда SCP останется просто как более локальное явление. А во-вторых, он открыл миру такую вещь, как коллективное творчество. Когда произведения пишут сотни авторов по всему миру. И получается не просто какой-то там рассказ или роман, а можно сказать слепок коллективной души интернета. И таких проектов коллективного творчества будет становиться все больше. Это и самосборы Backrooms, и я уверен, появится еще много. Многое исчезнет и забудется. И вот об этом всем и будет этот канал. Канал будет обо всем том, что SCP породил. Всем пока!